Приветствую вас, давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали, ибо есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Итак, вы пишите, два месяца назад познакомилась с молодым человеком по интернету, я первая его нашла и начала переписку, здесь сразу вопрос, почему вы начали знакомиться в интернете, почему вы первая нашли молодого человека и начали переписку сами. То есть, если вы пошли в интернет, значит, в реальной жизни у вас что-то не получилось, значит, там были какие-то сложности. Какие? Либо интернет для вас, это своего рода такое поле для избегания, куда вы, ну, сбегаете от реальности. Ну, вопрос, вопрос в другом. От какой именно реальности вы бежите? То есть, понимаете, вот так просто я познакомился с молодым человеком по интернету, да? Не бывает. Бывает так, что люди знакомятся в интернете по какой-либо причине, по каким-либо интересам, но ни в коем случае не ради знакомства. То есть, здесь есть какая-то сублимация. То есть, непрямое выражение своих желаний. Да? Дальше. Значит, следующий момент. Вы пишите, мы общались виртуально, он лежал, он лежал в больнице, значит, по причине того, что у него была осложненная ОРВ. Вот. И вы с ним общались около недели, все было хорошо. Неделя всего общения по интернету. Далее. Если я правильно вас понял, то молодой человек спустя неделю ваше общение по интернету признался вам в любви. А вам не показалось это странным? Спустя неделю человек, виртуального общения, человек признается вам в любви. Вот только честно, только честно. Не показалось ли вам это странным? Почему вы поверили ему, когда он признался в любви вам? То есть, это могла быть страсть, это могла быть влюбленность, это могла быть трансференцией, то есть восхищением, ну, то есть превознесением, да, таким идеализированием. Вот. И так далее. И, по большому счету, вы ему поверили. Вопрос в том, почему поверили. Вот. Вопрос в том, почему поверили. Кто заставил вас поверить? Скорее всего, ваше желание. То есть, я сейчас веду речь, именно о том, что вы принимаете желаемое за действительное. Вы поняли, пишите вы. Раз он сам такое заявил, значит, возложил на себя определенные обязательства, вроде каждодневных повторений и повторений, милая, я люблю тебя, виртуальных цветов и частных звонков. Ольга. Ага. Понимаете ли вы, что это ваше представление о любви? Понимаете ли вы, что это то, чего вы хотите от него слышать, но не то, чего он может вам дать, что он может вам дать? Так почему же вы стали требовать своего от человека, которого вы знаете только неделю, по виртуальному общению, и вы уже от него чего-то требуете, причем требуете своего. Что может быть свое в этой ситуации, если честно, требуется выяснять. потому что, ну, за неделю никак, ничего, своего у вас появиться не могло, потому что неделя прошла всего. То есть, и любви никакой у молодого человека к вам возникнуть, тоже не могло, кстати, к сожалению, потому что, любовь не появляется так, влюбленность, влюбленность, да, влюбленность может быть, влюбленность, но не любовь, любви никак не могло возникнуть. Вот. То есть, ээээ, ситуация заключается в том, что, вы по какой-то причине, эээ, стали на, на молодого человека давить, и требовать чего-то. Но разве это отношение любящего человека, требовать? То есть, здесь имеет место быть ваши желания, которые вы пытаетесь удовлетворить с помощью молодого человека. Ага, интересно, что любовью, именно любовью, подобное надо назвать, эээ, можно большой натяжкой. Потому что любовь, это когда человека не требуют, а когда человеку дают. Эээ, и здесь у меня возникает вопрос уже по вашим чувствам. То есть, вы говорите, что вы его любите, но при этом ведете себя, вы, к сожалению, далеко не как любящий человек. И опять же, это нормально, потому что вами движет ваши желания, которые, естественно, нуждаются в удовлетворении, но которые нуждаются в удовлетворении вами, вами самой, а не через молодого человека. Вот. Эээ, то есть, откуда у вас идет вот эта установка требовать своего? от отношений. От человека, которого вы знаете, эээ, ну, как я понял, эээ, неделю, ну, эээ, дальше, ну, пока, пока, неделю, неделю. Эээ, он, видимо, не понял меня и стал жалеть по телефону. Жалеть кого? Вас? Жалеть за, эээ, почему? Жалеть за что? Жалеть в чем? Почему вас это злило, что он вас жалеет? То есть, что именно задевало вас в этом? Ага. Потом он начал обрадоваться, что я первая, первая девушка в его жизни, отношения строить не умеет. Не помогу. Опять же, не помогло кому? Эээ, кому не помогло? В чем не помогло? Как должно было помочь? Непонятно. В итоге он добился в угол и вообще перестал писать, звонить и реагировать на меня. Ну, это, в общем-то, естественная реакция здесь. Большими усилиями мне удалось наладить с ним контакт при его условии, что до реальной встречи в виртуальной любви не будет. Ну, это, в общем, правильно, да. Потому что это не приводит ни к чему хорошему. Я осилюсь быть просто другом, болтать на дурацкие отстраненные темы, но при этом в душе все горит, ведь я люблю его как-нибудь. Скажите, а почему вы не можете болтать на дурацкие отстраненные темы? Ведь вы его любите и, наверное, у вас должно быть что-то общее с ним. О чем бы вы хотели с ним разговаривать? Тогда. Почему у вас в душе все горит? Это после двух месяцев. Скорее всего, у вас страсть. Особенно, если вы до сих пор его не видели. То есть, понимаете, природа ваших чувств, природа ваших чувств, разговаривается в анализе. То есть, вы можете считать, что это любовь, любовь. Но при любви не требуют. И при любви не обесценивают того, что, ну, то, что дает человек. Ну, вот, в данном случае, да, ваш молодой человек, ваш мужчина. Вот. Вы же обесцениваете, вы же отказываетесь, по сути, принимать то, что у него есть. И хотите получить только то, что нужно вам. Плюс требовать, требовать свое, своего. Плюс, плюс, у вас есть достаточно, ну, четкие представления, видимо, о работе, любви. То есть, о том, как любовь работала. О том, как она вообще проявляется. Вот. Понимаете, какая штука. Но парадокс заключается в том, именно парадокс заключается в том, что, так как вы любовь понимаете, и как ее понимает молодой человек, разные вещи. И тонкость вся в том, что, если вы его действительно любите, то вы примите его позицию. Не свою. Его. Если вы не любите, вы так и не будете принимать его, значит, ну, его точку зрения, его позицию. Вы так и будете постоянно требовать что-то от него и так далее. Но вопрос в том, на самом деле, является ли это любовью. Вот в том вопрос. Является ли любовью то, что, вот, вы делаете. Дальше идем. Так, я оселюсь быть просто другом, молотать над радской темой как-нибудь. Значит, вам нужно сделать следующее. Значит, первое, первое, что нужно, это заняться собой. То есть, больше заниматься именно тем, что касается вас, а не молодого человека. То есть, грубо говоря, заниматься какими-то своими делами, учебой, работой, друзьями и так далее. Потому что очень может быть, что при встрече вы испытаете серьезное разочарование именно из-за того, что именно из-за того, что это будет не тот человек, которого вы ожидали увидеть. для себя вам нужно выделить такой момент, очень важный момент, на самом деле. Что, скорее всего, мужчину вы идеализируете. И идеализируете, вероятно, очень сильно. Вот. И поэтому, вот именно поэтому, по той причине, что вы его, скорее всего, идеализируете, я бы сказал, что в этой идеализации есть основания. основания. То есть, есть основания у... того, что вы его идеализируете, вы это делаете с какой-то целью. Так вот, мужчина совершенно не должен нести ответственность за то, что вы в него вложили. То есть, вам необходимо разграничить его ответственность и свою. То есть, вот то, что мужчина делает, да, то, что он делает, это его выбор. И он имеет право это делать, ну, имеет право так поступать. Вот. Если вам этого недостаточно, то, как минимум, стоит дождаться реальной встречи, потому что виртуальная, виртуальная любовь, это только виртуальная любовь, и всё, и не более того. И вообще, после этой реальной встречи, вы сможете говорить мужчине о том, чего вы хотите. что вы можете говорить ему, что, вот, если у вас, например, потребность во внимании, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ох. Но только так, не раньше. Далее. Эээ, постарайтесь определить, почему вы, ага, так, ну, такое довольно большое, серьёзное внимание уделяете виртуальной любви. То есть, почему виртуальная любовь для вас так важна? Почему вы вообще сделали её, виртуальную любовь, эээ, возможной, для себя? Опять же. почему вы, эээ, ну, скажем так, стремитесь к виртуальной любви? Почему вы, эээ, не делаете акцент именно на, эээ, эээ, реальных встречах? Вот это, ва, это важно. Вот что важно, эээ, действительно. Вот что, эээ, жизненно необходимо вам понять. Потому что это, виртуальная любовь, это образность. А образность, это нереальный мир. И, к сожалению, нереальные люди. И, живя нереальным миром, и нереальными людьми, вы упускаете из видов, реальных людей, и реальный мир. И, таким образом, оказываетесь, как бы, вы, эээ, отграничены, от действительности. То есть, действительность, она одна, да? Она одна. Эээ, действительность. А, ваше, ну, ваше восприятие ее другое. И вы живете в иллюзиях. Я полагаю, что, эти иллюзии, вам нужно отыскать. И, уже, вот, работать именно с ними. То есть, иллюзии, ну, от иллюзий, нужно избавляться. Потому что, иллюзии вам, ну, в данном случае, ничего хорошего, не, принесут. Ваше. Ни как. как видите, да, потому что молодой человек, вы его, по сути, напугали, по сути, дискредитировали полностью. И я не думаю, что это хорошо для отношений. Так же, как не думаю я, что хорошо для отношений что-либо требовать. Но, опять же, может быть, вы и можете требовать, но тогда нужен кто-то, чтобы ваше требование готов был удовлетворять. То есть, если человеку нравится, когда, допустим, его женщина требует, ну, на здоровье, но вашему молодому человеку это либо не нравится, либо он требования удовлетворить не может. Понимаете? И это проблема. Я полагаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Я надеюсь, что вы сможете, ну, как бы выйти из своего такого образа, быть более демократичной, по отношению к молодому человеку, не принижать его, и не принижать общение с ним, которое, которое вот у вас есть, потому что это, ну, это важно, всё важно. На самом деле, всё важно. Вот. И одновременно с этим вы больше, я надеюсь, внимания будете уделять именно себе. То есть, тому, чего вы хотите, тому, что вам нужно, тому, что вам необходимо. И будете более понастоятельны, будете более независимы. Может быть, может быть, я в этом не уверен, потому что журнал информации о вас. Но, может быть, вы смогли бы изменить свою модель поведения даже. Сделайте её немножко другой. Я думаю, что так. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился, понравился мой ответ, буду благодарен, если вы его сделаете лучшим. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи!